всем добрый день всем хорошего настроения надеюсь у вас также солнечно как у нас сегодня я ехал практически в рассвет на работу ну сегодня мы поговорим с вами о компьютерной периметрии о приборе twin field о приборе центр фил у компании окулюс это вот этот прибор он на переднем плане маленький круглый этот прибор является ну как бы не совсем правильно сказать что это аналог октопуса 900 но это что-то близкое к тому это более компактная версия периметра центр фил и сегодня мы поговорим еще раз периметр центр фил компании окулюс компания окулюс это компания которая входит в большую тройку по производству периметров это те периметры которые являются периметрами экспертного класса к ним еще относятся компания octopus и компания humphrey ну традиционный слайд о конфликте интересов под не забывайте подписываться на мой youtube канал на котором я выкладываю все лекции которые прочитал до этого нам много интересного все разобрано по плейлистам подписывайтесь наслаждайтесь новой информации значит это у нас модуль периметрии это новый модуль который реализован в а и тонометре вы фотографируете values загружаете его и прибор а и тонометре сам вам рассчитывает стадию периметрического дефекта по хода по перри шендерсона и по брусине глукома стейкс систем ну понятно что нужно небольшую информацию о поле зрения дать но большую часть информации конечно прибор получает из самих данных вылез ну так примерно выглядит классификация сегодня я вам покажу как он классифицирует по брусине это второй модуль для прибора ора и для прибора рахет 7 cr который позволяет из показателя роговично компенсированного давления и давления по гольдману рассчитать фактор резистентности роговицы и стрель из роговиц и коэффициент биомеханического напряжения коэффициент биомеханического напряжения характеризует важную характеристику насколько напряжена корни склеральная оболочка глазного яблока чтобы происходило или не происходило прогрессирование глукомного дефекта или развития глукома если коэффициент больше 1 и 1 то вероятность прогрессирования очень высока если меньше единицы то вероятность низкая ну и самый первый модуль модуль тонометрии который мы сделали для тонометра маклакова который позволяет не только измерить но и оценить качество оттиска он измеряет кружочки измеряет его в миллиметрах ступного столба как вы понимаете и оценивает по качеству размер по качеству полученного оттиска так красный цвет будет обозначать что оттиск не подлежит измерению оранжевый лучше перемерить измерение некачественно желтый время сомнительное зеленые измерения качественное ну сейчас появилась новая кнопка и проанализирует как эластотонометрию ну и мы набрались до нашего периметра октопус окулюс компании периметр центрфилд компании окулюс так выглядит протокол стандартный протокол поля зрения для этого периметра но он у него есть небольшие вариации и мы сейчас с вами их обсудим первое что мы должны понимать в это в протоколе есть фамилия и возраст пациента и возраст пациента это ключевой момент в проведении поля зрения вода должен быть обязательно указан двери потому что те показатели которые мы измеряем вот они это в ильюс это те циферки светочувствительность частки в каждой конкретной точке мы измеряем их и сравнивает их сравниваем их с возрастной нормы если мы сравниваем с возрастной нормой и вода указано неверно то будет неправильное сравнение не про соответственно неправильная интерпретация поля зрения диаметр зрачка но вы понимаете что диаметр зрачка важен для пациентов разных возрастов по-разному например поджилых пациентов с катарактой узкий зрачок будет приводить к ухудшению поля зрения, а расширение зрачка к улучшению поля зрения. И, соответственно, проведя поле зрения в разных условиях, мы можем получать разную светочувствительность по данным компьютерной периметрии. Понятно, что на эту характеристику мы не всегда можем повлиять, но, тем не менее, на нее нужно обращать внимание. В этой же области, прошу прощения, вторая цифра – это была коррекция при исследовании, то, что использовалось для исследований, третья цифра – это размер зрачка. Он в большинстве приборов определяется автоматически. Я так понимаю, он рассчитывается как среднеарифметическое в процессе наблюдения. Дальше у нас результат контроля ошибок и потери фиксации. Потери фиксации – первая строка у нас, да? И вторая строка – это ложноположительные ответы. Они должны не превышать 20% – первая потеря фиксации, и 30% – вторая строчка – ложноположительные результаты. Для того, чтобы мы считали это исследование поля зрения достоверным. Далее у нас идет вид теста и стратегия. В данном случае Glaucoma Threshold – это полный порог у периметра. В компании Oculus есть несколько стратегий предъявления стимула. Это Full Threshold или Glaucoma Threshold – полный порог. Fast Threshold – быстрый порог. Clip – это когда огонек появляется постепенно. И еще несколько специальных стратегий, придуманных для того, чтобы можно было более качественно, более избирательно проводить исследование поля зрения с затратой меньшего количества времени. Например, стратегия Spark. Как это все выбирать и где это живет, мы сейчас с вами посмотрим. Чуть попозже. Далее. Про стратегию показал. Далее Area – это поле, область. Это то, как расположен паттерн, как расположены точки для исследования поля зрения. В данном случае 24.2. Для периметров Oculus характерны поля зрения, паттерны, такие же, примерно, как у Humphrey. Там есть специальные бинокулярные тесты для исследования на блефороптос, на птос век. Но, тем не менее, в целом, стандартные методики, которые особенно применяются для Glaucoma. Я, кстати, обманул вас про программу. Glaucoma Threshold – это было название программы, которое задает пользователь. А стратегия Fast Threshold в данном случае, стратегия использовалась в Fast Threshold, написана ниже. Прошу прощения, я был невнимателен. Ну, основные стратегии, конечно, это 24.2.32 для периметров Oculus, Centerfield и Twinfield. Это наиболее распространенный периметр в Российской Федерации. Так, далее у нас шестой текст. Это полученные результаты, представленные в виде цифр. Это values, это значение светочувствительности сетчатки в каждой точке. И grayscale. Grayscale мы сегодня посмотрим с вами. Он может быть разный. Он может быть реальный или относительный. И еще он может отображаться в виде квадратиков, как у прибора HALF. Дальше у нас идут значения сравнения. Это числовые результаты, сравненные с нормальными показателями для данной возрастной группы. Это у нас просто сравнение, а это с учетом диффузного дефекта. О том, как рассчитывается диффузный дефект, мы будем говорить в отдельной лекции. Но в целом на определенном месте кривой BB выбирается область, которая считается нормальным для данной возрастной группы. И это значение отнимается от каждого значения из левой, получается чуть более точные измерения с учетом диффузного дефекта. Дальше у нас идет восьмая карта. Восьмая карта – это карта вероятности. То есть, с какой вероятностью такая светочувствительность будет в здоровой популяции. Тут есть легенда приложена, ну, собственно, везде есть легенда, которая рассказывает о том, с какой вероятностью какую точку отмечают. То есть, просто точка – это значит, что бывает чаще, чем в 5%. Вот такие квадратики – это 5% и менее. Меньше 2% у нас будет вот такой. Здесь его нет, такого квадратика. Ну, вот вы его здесь видите. Вот здесь видите. Это серенький квадратик. Ну, и квадратик заштрихован – это 1%, но черный квадратика, то есть, с очень низкой вероятностью, бывают такие показатели. Дальше у нас девятая область – это периметрические индексы, средняя светочувствительность, среднее снижение светочувствительности, значение в флюктуациях. Но нас интересует преимущественно MD и LV. MD – Mean Deviation – это среднее отклонение. Оно также, как в приборе, скажите мне, я вам скажу, как в приборе Хамбри, минусовым значением соответствует ухудшение состояния. И LV – Loss Variance, Square Loss Variance SLV – это для прибора Oculus, Octopus. И для того, чтобы получить SLV или аналог PSD, просто нужно взять квадратный корень из этого числа. Ну, и сейчас я об этом немножечко подробнее скажу. И кривая BBE. Кривая BBE – это каждая вот эта точка выстроена в последовательности от самой хорошей светочувствительности к самой плохой. Она позволяет нам анализировать о наличии диффузного дефекта, о степени локального дефекта. В целом, полезный график, но это не во всех приборах реализовано. Вот так выглядит поле серии снимков. И здесь уже рассчитан PSD. То есть прибор Centerfield в целом может показывать PSD, но только в определенном графике. Но, по большому счету, это не очень нужно, потому что квадратный корень из LV мы всегда можем взять и получить вот это значение. Знаете, что в целом, если очень хочется, можно здесь это посмотреть. То есть квадратный корень из 36 у нас 6 с копейками, мы получаем совершенно спокойное значение. Это абсолютное значение. Так выглядит Grayscale. То есть это одна и та же карта, вот это уже пациента карта. И вот эта карта в виде Grayscale. То есть мы видим сильное отличие для данного пациента. Это периметр 06-03-2021. 06-03-2021. Просто от того, что мы поменяли шкалу, мы получили совершенно другую картину, выглядит совершенно по-другому. Ну и мы можем нарисовать график так, как график выглядит для прибора Humphrey. То есть серая шкала может быть как Humphrey изображена. Это тот же самый пациент. То есть опять мы видим совершенно другие значения. И опять мы возвращаемся к тому, что нужно всегда абсолютные значения, относительные значения. И мы всегда получаем серую шкалу разную. Будьте внимательны и не интерпретируйте данные по компьютерной периметри при помощи серой шкалы. Это, конечно, в целом можно, но не очень рациональный подход. Все-таки мы по Pattern Division должны это все-таки интерпретировать по нижнему правому графику. Ну вот мы с вами добрались к вариантам анализа. Хоть в приборах Centerfield и Twinfield не реализован протокол GCC, который реализован в EasyField, и SmartField это другие приборы компании Oculus. Но тем не менее мы о ней немножечко поговорим, потому что это важная составляющая математического анализа данных светочувствительности. Потому что когда мы смотрим на поле зрения, классификации достаточно сложны. Огромное количество пунктов, 3-4 пункта для каждой стадии. И огромное количество точек нужно посчитать, чтобы понять, к какому полю зрения относятся. Это не всегда рационально. И поэтому Broussini, главковая встреча System 2, она позволяет также классифицировать периметрический дефект. И эта система реализована как в самих приборах, она в том числе реализована в приборе Octopus, так и в аитонометре. Ну, в аитонометре пошли мы дальше. Вы понимаете, что это вероятности все-таки. И вот это наличие того или иного 95% доверительного интервала, куда отнести, то есть это на самом деле не линия. Это все-таки 95% доверительный интервал для того, чтобы мы могли в ту или иную стадию отнести. Но мы понимаем, что здесь пограничное значение, которое нужно трактовать как достаточно развитой периметрический дефект. Сейчас это еще один вариант, кроме GCC Glaucoma Stage System, который не реализован в приборе Centrifield. В приборе Centrifield зато реализована GSP, которая представляет собой классификацию поля зрения по наличию тех или иных изменений артефакты Glaucoma и неврологические изменения. То есть по тому, как расположено снижение светочувствительности, он классифицирует и дает вероятность наличия того или иного дефекта. И далее он классифицирует по снижению светочувствительности продвинутые периметрические подозрения норма. То есть в целом вполне интересная и удобоваримая система, которая позволяет проклассифицировать периметрический дефект. Возвращаясь к вариантам классификации, сначала про опции, которые существуют, но которые нужно настраивать. Ну вот вы видите, у меня тут вот Centrifield написано, и это можно открыть. А вот здесь это Twinfield, он открывает, но открывает без поля зрения. Ну непонятно мне как, как работает это дело. Для того, чтобы получить доступ к дополнительным опциям, они не все бесплатные, точнее большинство из них не бесплатные, соответственно нужно их оплачивать. Но вот эти вот все системы, вот они, какие есть, какие нет, язык какой-то странный выбран. Вот, Clip обычно есть, GSP, Spark и TNT, TNT это для прогрессии, мы об этом поговорим. Если они есть вот здесь, если ваша лицензия позволяет этим использовать, то здесь будут галочки, и они будут вам доступны для анализа. А доступны они вам для анализа будут. Смотрите, я тебе английский поставлю, вот это будет сейчас. Есть русский, но русский потом на печати выводит кривенько, поэтому мне не парит английский. Вот, смотрите, вот он, вот так русский потом будет, будет кривь, кривь, кость. Значит, где искать, во-первых, PSD искать вот здесь, сейчас, вот в этой графе, вот он появляется, PSD, Pattern Standard Division, не Loss Variance, не Dispersion, а уже среднеквадратичное отклонение, без этой чувствительности. Где искать, еще можно, вот здесь статистики, это все есть. Вот у нас сравнение, прогрессия и overview. Вот они здесь все есть, можно так, хоть так, хоть так. Так, соответственно, так, а напишите вообще, у вас экран-то расшарился, у вас все хорошо, всем все видно? А то я что-то увлекся. Напишите, пожалуйста, в чат, всем все видно, отлично. Далее. Ну и в базовой версии у нас есть простой анализ бокс-плотами. Если выбрать поле зрения, то мы тут получаем некоторую статистическую информацию о том, что было исследовано, как было исследовано, ну, в общем-то, периметрические индексы. И вот эти бокс-плоты будут выстроены, и этот бокс-плот отражает все те точки, которые у нас есть. Светочувствительности выстраивает, вот они средние, вот здесь все точки в поле зрения, и вот такой разброс у нас есть в разные стороны. И чем больше этих бокс-плотов, тем лучше он строит прогрессию для дальнейшего анализа. Это вот бокс-плот, а есть прям ТНТ-анализ, мы сейчас о нем поговорим. Ну, вот так выглядит ТНТ-анализ. То есть, вот эти все точки, это у нас грейскейл, это чувствительность, и, по сути, это кривая Би-Би, и как она изменяется со временем. Ну, и здесь отчет о достоверности изменений светочувствительности. По сути, бокс-плоты, это вот вся светочувствительность, да, как кривая Би-Би, а бокс-плоты отражают, это вот, по сути, вот такая штука, только перевернутая, да, это за каждое число все точки светочувствительности, они выстроены как кривая Би-Би, от начальной до конечной. То есть, вот у нас была первая базовая линия, вот она отмечена после двух последовательных достоверных тестов, а потом от нее уже начали плясать вниз, вот произошло такое снижение светочувствительности. Ну, если представить эти бокс-плоты, перевернуть против часовой стрелки на 90 градусов, и вот вместо таких серых шкал нарисовать, вот по циферкам бокс-плоты построить, то есть найти медиану, найти первый, третий квартет, то получится бокс-плот, который будет отражать то, как распределена светочувствительность в данном поле зрения. И там в целом тоже можно достаточно интересно и информативно получать данные о том, как изменяется светочувствительность у наших пациентов со временем. Все эти математические модели, которые используются создателями приборов, они придуманы для того, чтобы облегчить интерпретацию результатов поля зрения, которое содержит достаточно большое количество кунистативных данных, которые человеческий мозг одномоментно проанализировать не всегда может. Поэтому те, кто... те счастливчики, которые обладают компьютерными периметрами, могут пользоваться всеми этими прелестями. Те, у кого нет этих периметров, вы можете просить доставать программное обеспечение. Кому надо, программное обеспечение на Oculus я могу прислать, на Octopus могу прислать, на Humphrey и на Tomei. У меня программного обеспечения нет, ввиду того, что у нас тот единственный прибор, который у нас есть, он работает еще даже не на трехдюймовых дискетах, не три с половиной, не вот эти маленькие, а вот на таких дискетах. То есть эту информацию мы даже не можем скачать с Humphrey, который есть у нас в Челябинске. Поэтому у меня нет необходимости, но я думаю, я не знаю вообще, возможно, программа Humphrey платная. Я точно не знаю. Поэтому если кому-то нужны программы Oculus, Octopus или еще Autofol, то вы можете ко мне обратиться, и тогда вы сможете просить у тех людей, которые делают вам исследования, вы сможете просить у них не распечатку, а вы можете просить их присылать на электронную почту результаты ваших пациентов, вы их будете загружать себе в компьютер и уже получать полноценный анализ, который есть. Если такой возможности нет, то всех призываю пользоваться экономит ребот, который позволяет проанализировать поле зрения достаточно качественно практически для всех приборов.